всем привет меня зовут владимир мельников я снимаю видео из своего канала на ютубе частности про слесарное дело сегодняшняя тема рубка металла и так что такое собственно рубка металла рубка металл называть слесарной операцию по снятию с заготовки слоя металла а также разрубка металла листового полостного и профильном на части режущий инструмент зубила крит смеси при помощи молотка руб металлы выполняют следующие работы удаление лишних слоев металла с поверхности заготовки обрубка литья сварных швов прорубь кромок под сварку обработку кромок и заусенцев на кованых литых заготовках разрубка листового металла вырубку отверстий металла прорубка смазочных канавок собственно инструменты при рубке первой и самой важной из них это слесарные зубила встает из трех частей это рабочая часть там где заостренная средняя там где ручка и ударная часть ты там где шляпка также она эта шляпка за защищает руку чтобы вдруг если вы промахнетесь то не удавите по руке второе это крей цемей сель отличает от зубила более узкой режущей кромкой для вырубки канавок про шпоночных пазов вот как он собственно выглядит но что такое крейт смеи сель я уже сказал в одном из своих предыдущих видео ссылки соответственно будет в описании к видео вот так что крей смеси несет двойную функцию не только вырубает канавки но и оставляет метки на листовом металле или на заготовке то есть есть чертилка а вот есть крейт смеси который тоже выполняет функцию как нанесение рисок и собственно 3 это слесарный молоток или просто молоток примет в качестве ударного инструмента они бывают двух видов с круглым и квадратным бойком но какая разница между металлическим квадратным майк бойком и квадратным и металлическим круглым бойком я лично разницы не видел и наблюдал так что если у есть и если кто-то знает пишите пожалуйста в комментарии очень даже интересно но есть определенная разница между металлическим и деревянным бойком то есть между молотком и киянкой а есть еще третий это молоток с резиновым наконечником до между ними определенно наблюдается разница едем дальше за . режущих инструментов производят на заточных станках то есть все наши инструменты как ни страна не имеет свойства тупица это зубило крейт сменится даже молоток вот и помимо них есть еще и другие инструменты но о них я буду рассказывать позже носу в чем то что все они тупятся и чтобы восстановить их работоспособность придумали такие станки которые собственно точат теперь подробнее за точь точку инструментов устанавливают на подручных подручные места и с легким нажатием медленно перемещают по всей ширине шлифовального круга в процессе заточки инструментов периодически охлаждают в воде да то есть вот мы затачиваем данный инструмент неважно какой он имеет свойство нагреваться и чтобы он не был горячий когда мы будем касаться его проверяя насколько он заточился мы его охлаждаем в воде далее заточная поверхность режущего клина ведет поочередно то в одну то в другую сторону что обеспечивает равномерность заточки и получение а правильного угла и заострение рабочей части инструмента вот собственно как выглядит шлифовальный камень такой сам простейший есть и конечно и большие есть и маленькие все зависит от того насколько он востребован на производстве а может у вас в гараже то есть вариантов очень много ну из основного все всем спасибо но данная тема конечно маленькая но очень важная ну на этом все всем спасибо не забудьте писать комментарии если есть у кого какие-то вопросы не забудьте поставить все пальцы вверх данному видео подписывайтесь на мой канал поставить пожалуйста колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео и добавляйтесь в различные соцсети буду этому очень рад но на этом все всем спасибо и до новых встреч